Вера как таланта то почему им одарены не все? Если это талант, то почему, опять же, пользуются им не все? Говорим мы об этом с ректором Самарской духовной семинарии, с отцом Максимом Кокаревым. Здравствуйте, батюшка. Добрый день, я здесь Сергей. Добрый день, дорогие телезрители. Тема очень сложная именно потому, что она нас заставляет несколько выйти, наверное, из привычного богословия, из привычного святоотеческого, где все очень четко ясно, все прописано, там все как будто бы очень категорично. Но когда, например, человек сталкивается с вопросом веры, он сталкивается с определенными трудностями, и вот об этих трудностях мы зачастую не прочитываем у святых отцов, мы не можем найти решение этих проблем и трудностей в Евангелии. И вопрос, конечно, веры неукоснительно связан с вопросом... Вот сегодня мне бы хотелось поднять эти две темы. С одной стороны, вера как чудо, потому что, например, есть в Священном Писании, опять же, некоторые люди, которые, ну, вообще не трудились, возьмем, например, дочь Аира. Она даже не звала, она умерла, вот, но над ней совершается чудо, да, воскрешение. Опять же, вот этот человек, который приводит собственного сына, и на вопрос, веришь ли ты, что я это... Если хоть, вернее, так, на эту вот сентенцию такую, что если хоть немного можешь верить, веруй, и ответ, верю, Господи, помоги моему неверию, то есть это какое-то признание собственного бессилия. Но при этом ответом на вот это вот бессилие является чудо, которое преображает человека. Савла мы вспомнили в прошлый вторник. То есть вера как чудо с одной стороны, и с другой стороны, вот тема верия и неверия как такой границы идентификации. То есть когда человек говорит «я верующий», а другого он автоматически объявляет неверующим. И зачастую человек подпадает, впадает, вернее, вот в контекст определения веры другим человеком. Вот эти две темы мне бы хотелось сегодня обсудить. Давайте начнем, может быть, вот как раз с первой. И если все-таки вера – это усилие человеческих рук, почему так нередко встречаются и в Священном Писании? Да, вот, кстати, еще один, сам себя перебью, простите, случай, да, история с одним из мучеников. Я вот, правда, к сожалению, не помню имени, который был лицедеем, был таким хохмачом, ходил по улицам Рима и издевался над христианами, высмеивал их. И в частности, однажды он катил на телеге бочку, говорил «вот, я, типа, принимаю крещение христианское, эхахахаха, во имя Отца, бульк, во имя Сына, бульк, во имя Духа Святаго, бульк». И выныривает совершенно другой человек. Ну, то есть так с ним произошел какой-то инсайт, он действительно себя почувствовал уверовавшим во Христа и тут же, как бы спустившись с этой телеги, пошел, признался в том, что он христианин и был убит за исповедание веры. Вот я не помню имени этого мученика, может быть, вы напомните. Но вот этот пример, сама эта история показывает, что, ну, вот как-то вот раз и происходит некое чудо. Так вера – это чудо или не чудо? И почему чудеса случаются с некоторыми людьми, а с некоторыми, кто, например, неверующий, даже вот возьмем такую категорию, не то, что он хочет поверить и не может, а очень о нем молятся, например, его родственники переживающие. Ну, там жена переживает, что муж неверующий, что они не единомышленники, что они вместе не могут идти в храм. Она о нем молится, и она сетует, что не свершается никакого чуда с этим человеком. Ну, те случаи, которые вы описали, они, ну, самые такие яркие, показательные, выходящие за пределы. То есть все мерить исключительно, да. То есть, понятно, что не каждого Господь так призывает. Это в каждом случае какие-то исключения. То есть вот в случае с Савлом, один из самых ярких, мы его недавно обсуждали, когда читали книгу «Деяния» тоже. Ну, это вот та самая история, когда вообще ничего не предвещало. То есть просто вот абсолютно прямое вмешательство, значит, Бога, да. И когда человек из противника, гонителя, из преследователя христиан, становится просто вот, да, на 180 градусов поворачивает свою жизнь, но для этого Господь прям напрямую является ему на пути, ослепляет его, то есть свет с неба, голос, трудно тебе переть против рожна, да, и так далее. И дальше он становится, скажем так, другим человеком. Вот. Но понятно, что это какие-то особые, наверное, а некоторые, то есть у него задача дальнейшая такая была, что человек, который перевернул весь мир, фактически, ну, создал в значительной степени церковь в том виде, в котором мы ее, да, то есть видим. Я как бы против там категорического противопоставления петринизма, паулинизма, как иногда делают, что вообще основатель христианской церкви, на самом деле, Павел. Нет, но просто по масштабам сделанного для проповедей среди язычников, конечно, это абсолютно уникальная история, и там какой-то особый, наверное, то есть, понятно, ждать, что Господь так будет каждого человека призывать, и каждого человека, каждому прям так являться с громом с неба, у нас, вот, кстати, многие люди ждут именно этого, то есть человек ждет, что ему Господь, вот, ну, я поверю, то есть, я поверю, да, если вот он мне завтра на колеснице, там, спустится с неба, да, и скажет, там, Иван или Петр, там, вот, вот я, там, значит, верь в меня, и живи по-другому, там, брось заниматься всякой ерундой, вот, но это все-таки, наверное, не единственное возможное, и даже, наверное, не самое распространенное, то есть, вот, в классическом богословии, если уж все-таки заходить на его территорию, есть такое, ну, может быть, там, можно сколько угодно обвинять схемы эти, да, то есть, в такой схоластическом подходе, но, по крайней мере, у отцов есть размышления о некой призывающей благодати, которая все-таки действует в мире, да, то есть, ну, как бы иначе мы придем к мысли, что Господь просто бросил, ну, всех, да, а единицу он привлекает там, да, каким-то особым образом, на самом деле, и поэтому у этой благодати есть, я так понимаю, очень много разных, да, то есть, никаких подобных Савлова явлений, допустим, в моей жизни не было, однако, я думаю, и вы, и я можем сказать о некоторых менее, может быть, ярких, но все-таки действиях, и, в принципе, любой человек, который имеет этот опыт, он скажет, что это был, ну, не так, как у Савла, конечно, то есть, нам совсем такие уникальные вещи, вот, просто я так думаю, что вообще они так или иначе, эти призывы, может быть, голоса, эти стук этот, вот, все ставят в дверь и стучу, да, конечно, не очень вяжется с тем, что произошло с Савлом, ну, это не просто стук, это взлом какой-то этой двери, вот, но это совсем, вот, видимо, уникальная история, причем можно предположить, почему Савл, да, все-таки, несмотря на всю свою такую вот гонительство свое, это было именно по его искренности, он очень искренне, да, считал, что он делает правильно, потому что вектор был не в ту сторону, и он становится таким же искренним христианином, может быть, даже у него шансов было больше встретиться с Богом, чем у тех, кому вообще все равно, то есть, вот, этот вопрос, почему не является, Христос мог бы так же явиться светом, уже после его воскресенья, светом с неба, голосом, еще многим людям, которые с ним реально сталкивались, да, и гнали, ну, до Пилата он не явился, вот, видимо, потому что, в отличие от Савла, для Пилата вообще все равно, то есть, его вот этот скепсис, такой античный, что естественно вообще, да, то есть, то есть, мы можем, он не является, считай, иудейским первосвященником, он не является, то есть, он удивительно, он является такими чудесными образами, специально снисходя к неверию Фомы, то есть, понимаем, что это особенное какое-то неверие, не скепсис такой, не цинизм, а просто боязнь ошибиться, боязнь, поверить, неверие продиктованное искренним любовью и желанием, чтобы, боясь спугнуть, знаешь, как бы ты ждешь чего-то и понимаешь, что вроде бы да, вот раньше принять эту мысль, а вдруг спугнул, да, вдруг оно не сбудется. Фома боится поверить, но хочет очень. Фоме является, Савлу является, хотя там, да, то есть, ну, да, а равнодушным, и кто для себя уже все там, допустим, как-то, ну, тем же, там, людям, типа Пилата, не является. И многие, это реальный вопрос, которые спрашивают, ну, что бы стоило ему, воскресшему, доказать этим нехорошим людям, доказать, вот вы меня распяли, а вот я, на, типа, смотрите, Фоме это он показал, я рано на руках, могу прийти к Пилату показать, вот там, посмотри, теперь ты веришь, вот, и, кстати, не факт, что даже такие явления, я так понимаю, что иногда у святых отцов есть интересное, у некоторых, я, правда, абсолютно не выдаю это за конечное толкование, некоторые, там же понятно было, что кроме Савла этот голос слышали остальные, некоторые отцы считают, что они слышали все до конца, это у района Златоуста, есть размышление, что они тоже все слышали, но из них, на самом деле, пришло к Богу в окончательном варианте только Савл, то есть, а как-то остальные слышали то же самое, на них не подействовал, то есть, к вопросу отчетности, но другие, другое статическое толкование, что они слышали просто некий шум и не разобрали слов, что скорее всего, на самом деле, потому что сам Павел в одном из писем так говорит, слышали все, но не поняли, да, то есть, все-таки это было обращено, это уникальное явление, то есть, Господь такие, ну, чудеса на поток не ставит, наверное. Да, очень хорошо, что мы об этом говорим в преддверии Пятидесятницы. Да, вот, и да, иногда, наверное, то есть, я просто бы не строил все на исключительных случаях, то есть, мы можем набрать некоторое количество, да, то есть, почему-то Бог, но это то же самое, почему вообще Господь иногда творит вещи, превосходящие, естественно, течение событий, причем не всегда, действительно не всегда, и поэтому ожидать, что всегда будет именно так, наверное, это все-таки не очень правильно, то есть, я поверю только, если мне, я знаю, то есть, брать конкретный случай, я читал где-то в какой-то книжке, две тысячи лет назад написано, что одному, значит, человеку явился на пути вот прямо вот в свет с неба, и он поверил, я буду ждать, что так случится, а иначе я не поверю. Ну, это такой, как бы, вариант, при котором у человека шансов поверить, наверное, не очень много, потому что, так сказать, такие вещи настолько уникальны, что ориентироваться на чей-то чудесный опыт. С другой стороны, я абсолютно уверен, мне, пока я хочется так говорить, что та самая благодать, которую принято в схемах называть призывающей, она действует, может быть, не так взламывая, а уже скорее похожа на вот некий стук, но все-таки в жизни каждого человека. Понятно, что совершенно не каждый ее расслышивает, и по разным причинам, мне не хочется всю вину взлагать только на людей, говорить, что те, кто не расслышали этот призыв, вот прямо сами там, да, сознательно от него отмахнулись. Некоторым действительно тяжело в силу кучи разных причин. Времени, место рождения, воспитания и так далее, и так далее. Я не готов, я не думаю, что Господь судит строже, чем мы, да, судить как бы абсолютно на всех одинаково. Потому что это вообще очень глубокая интимная вещь, проникнутая внутрь человека. Почему с ним не случилось? Почему он не услышал призыв? Некоторые действительно всю жизнь отмахиваются. То есть некоторым действительно Господь, может быть, достаточно интенсивно показывает какие-то вещи, вещи, но человек, вот, может, у него был собственный травматический опыт там в какой-то уже, ну, человек там столкнулся с верой в виде верующих людей, и такой был печальный опыт. И здесь, вот, и поэтому вот вообще страшно для верующего человека. Я себе всегда так задаю этот вопрос, не послужил ли я. Это риторический вопрос, конечно же, послужил, скорее всего. Я просто знаю ряд таких случаев, когда, наверное, я повел себя так, что не лучшим образом дал человеку пример веры или верующего человека. То есть и не знаю, с кого Господь спросит больше, с него, что потом ему было сложно поверить всю остальную жизнь, даже когда он сталкивался тоже опять с призывом неким, в нем возникали эти, может быть, какие-то мысли, и всегда вот всплывал образ меня, такого хорошего христианства, да нет, вот как эти, что ли, нет, не буду. И я думаю, что и наша ответственность, причем не меня только лично, но вот наша ответственность как церковь, она тоже очень велика, вот. Вот, ну, поэтому это сложный вопрос. Это и ответственность самого человека, но не только, да, то есть и во многих случаях, поэтому если говорить о том, как, там, о судьбах этих людей, о возможности все-таки их встречи с Богом, да, окончательной, ну, понятно, что никто из христиан, когда нас тоже иногда несколько огульно обвиняют, что вы всех остальных отсылаете в ад, никого мы не отсылаем, мы всегда говорим, что, ну, вот Господь, конечно, единственный, кто знает вообще, что там внутри. Вот хорошо, что мы, да, логично перешли ко второй, как бы, теме, ко второму вопросу. Каковы индикаторы идентичности верующего? Мне кажется, очень важно сформулировать их для человека, который, ну, пребывает в иллюзии. Вот как этот человек говорит, я верю, помоги моему, не верю, а у нас немало людей, которые вот вторую часть отвергают. То есть я верю, я именно глубоко верующий человек, и человек как бы манифестирует, а потом оказывается, что это иллюзия, что он, скажем, христианином назвался ради какой-то личной психотерапии, либо ради какой-то корысти, выгоды. Первый его приход в храм ознаменован тем, что он просто пришел, потому что ему дома, скажем, скучно, нужна компания, которую он назовет церковью, там, вот, и так далее. Вот какие есть индикаторы? Это, наверное, можно сопоставить с вопросом о границах церкви, в том числе, то есть, ну, мы можем уйти в эту степь, да? Для начала хотя бы, чтобы человек вот как-то, условно говоря, примеряя на себя, или задавая правильный вопрос себе, мог бы задать вопрос к своей вере. Здесь, да, здесь есть, понятно, что мы часто, ну, поскольку у нас не всегда бывает много времени все объять, мы часто сводим к каким-то, да, простым вещам, и они тоже имеют место быть, то есть, как бы, начиная от простого, там, совсем, совсем простая демаркационная линия проходит между теми, кто просто манифестирует, да, и хоть как-то практикует. Но даже здесь мы не можем говорить, что всякий практикующий, вот. Потому что, вот буквально, на самом деле для меня был то, что его опыт два дня назад, я сидел в компании близких мне людей, значит, там, директоров я венчал, там, крестники у меня, там, все, и вот тоже были другие знакомые, которые до этого, там, значит, у себя в храме, у них, там, в их приходской общине, там, кто-то умер, и вот батюшка отпевал, они рассказывают, что батюшка очень хороший, называть не буду, он наш очень уважаемый Самарский, и он с их слов, они мне пересказывали, сказал, что вот такой бедой делился горем, все это было такая не очень радостная, может быть, пропа, и сказал, что вот для него болью было, что вот человек уходил, который всю жизнь назывался христианином, то есть в двух словах пропа и батюшка связывался к тому, что можно всю жизнь проходить в храм, даже достаточно активно, и все равно и уходить в озлобление на Бога, умудриться, да, там, то есть и вот плодов там, да, не было, то есть вот, и даже участие в таинстве, в принципе, человек был, ну, если проводить демократационную линию, да, как я их понял, просто по внешней признаке, то да, человек не просто сидел дома, это не диванная, так сказать, версия христианства, он действительно пытался, да, может быть, воспринимая это как, ну, вот, законнически, да, фарисейский, что нужно, нужно, нужно сделать, это нужно делать, нужно столько-то раз, нужно по воскресеньям ходить в храм, нужно, значит, исповедоваться регулярно, ну, более-менее, нужно там приезжать, и человек, вот, и обратной стороной вот этой активности было, вот, как раз зазор, как раз между другими, да, то есть человек начался идентифицировать, и там было много вот того, что, ну, я не такой, как другие человеки, вот это вот, да, из известной притчи, да, не спасибо тебе, Господи, что я не такой, как эти блудники, пьяницы, и так далее. И, а батюшка, да, который, видимо, все-таки глубже его понимал, там, провожал до конца, а он с болью, да, для него открылся, увидел, что человек, а человек-то всю жизнь ходил в храм, а вот там, все тоже не очень просто в конце оказалось. Нет такого, как мы видим кончину праведника, когда человек package, ну, он еще, он еще, как бы, жив, на смертном адрее, но ты понимаешь, что он же одной ногой там, то есть ты видишь этот рай вот, то есть вот этот плод, да, это, наверное, самое, мы, наверное, вообще, вот вы говорите, как это узнать, но, наверное, пока вот до самого конца жизни это все равно барение, все равно какие-то плоды какие-то ближе к концу видны. И когда для определенного категории людей рай наступает уже здесь. Потому что все-таки рай — это не столько место, сколько состояние. И ты видишь, что... Поэтому, когда человек хочет себя оправить, конечно, первый самый вопрос, который он себе задает, а просто ли я себя называю? Или я хотя бы пытаюсь жить так, как говорит церковь? Ну, здесь не очень сложно. Здесь можно проверить. Это верифицируемая такая штука. Он считает, вот я, понятно, что я выпадаю из таинств, но это совсем никуда. Но, опять-таки, даже механическое в них участие и формальное в них участие тоже еще ни о чем. Потому что притчи вот эти страшные, там, о Старшем суде, да, когда он говорит, справа-слева, мы же понимаем, что это не просто про всех. В принципе, основное толкование-то притчи, что справа-слева встали те, кто... Не язычники какие-то, и тактии формально в истинной вере. Но из них часть оказалась слева. Потому что жили они, да, не принося других плодов. И поэтому, ну, то есть, если совсем говорить, возвышенным языком, языком писания, то есть критерий в том послании Павла, где он говорит, плод веры есть любовь, радость, благосердие, долготерпение. И ты понимаешь, что если ты формально все исполняешь, каждое воскресенье ты стараешь на литургии, даже, может быть, каждое воскресенье стараешься притчаться, потому что батюшка в вашем приходе не консерватор, а продвинутый, и сказал вам, что надо притчаться каждое воскресенье. И ты притчаешься каждое воскресенье с радостью, все на этом успокаиваешься, что как бы тоже вот это вот уже, я же живу, даже внутри церкви, я живу интенсивнее, чем вот эти все. То есть даже в церкви можно быть не такой, как эти человеки. То есть те, кто раз в год причащаются. То есть это Шмемана не читали, что ли? Да. Главный грех для некоторых не читать Шмемана, да? Означает ли это, что индикатором веры и неверия является само привнесение разделения на верующих и неверующих? Ну, как минимум, один из очень верных, да. То есть потому что... То есть вот как только я говорю, я вот верующий, а они неверующие... Нет, когда мы это говорим, как констатируем факт, потому что я это знаю со слов человека, я даже у меня слышал, он мне сказал, что он атеист. Вот я встретился на диспуте, да, и я говорю, я, да, я вот... Я, может, плохой верующий, да, ну... А когда я в это привношу обязательно оценочный, и у меня вот я верующий, и поэтому хороший, он неверующий, и поэтому плохой, вот это точно абсолютно индикатор разделения. Никто не сказал, что он неверующий, поэтому хуже меня. То есть это вот как раз очень искаженно, неправильно то, о чем мы говорили с вами, всегда еще за кадром, что если для меня автоматически тот факт, что я являюсь практикующим христианином, автоматически значит, что я лучше в моральном отношении, в духовном отношении, что вот этот, а этот вот, значит, нет. Нет, как констатацию факта, я могу так говорить, иначе совсем каша будет. Я же опираюсь, в том числе и на его самоидентификацию, должен ее уважать. То есть если он не будет говорить, что он неверующий, а я буду говорить, нет, на самом деле ты, да, вот, то есть... Более верующий, чем тебе кажется. Атеизм это такая вера, там, да, нет, несмотря атеизм это такое мировоззрение, верой выназвать. Ну, то есть так или иначе, да, если я просто констатирую факт, ну, мне кажется, что это не обязательно агрессия, не обязательно какое-то разделение. То есть я просто уважаю, ну, то есть я не буду говорить человеку, там, да. У нас-то вот как раз проблема часто разделения не столько на верующих-неверующих, сколько на верующих первого уровня, на верующих второго уровня, на верующих продвинутого уровня. И оно чаще всего, по моим наблюдениям, как раз вот по внешним кем-то критериям. Я вот хожу каждое воскресенье, да, ну, то есть, хотя это, мы вот как раз об этом и говорили. У меня человек, вот тоже за этим уже мы сидели, общались, в этой компании спрашивали, а он, Человек такой, только начинающий оцерковляться, достаточно внешний, и человек, в общем-то, мы к мысли таким вот, из чиновничьего среды, он сейчас уже в возрасте, а говорит, а вот у вас есть, вот у вас внутри церкви точная статистика? Вот мы говорим, тут от 3% до 80, а вот у вас есть, говорю, ну, позвольте. И вот мы полвечера разговаривали о том, что это невозможно, что все статистики, они настолько условны, меня не устраивает, совершенно не устраивает там 70%, но это мы понимаем, это вот те, кто просто крещеный. И понятно, что 3% тоже очень условно, когда начинают считать только те, кто каждое воскресенье, ну, старается или там, да, то есть, а потом, если человек прещается там, да, раз, два раза в год, он выпадает из этих 3%. То есть, на самом деле, при этом, к ним не интересно статистики, не интересно, что у него внутри. То есть, а Бог, Бог, это не статистика, ему гораздо интереснее, поэтому иногда, действительно, человек оказывается, вот по мнению вот этих вот, значит, очень интенсивно верующих людей, активно практикующих, он может быть где-то на периферии, с их точки зрения, их глазами, и причем сподобиться от них очень сильного осуждения. Поэтому я всегда себя стараюсь тоже держать, хотя я всегда, всегда проповедую, говорю, не хуже меня, вам известно, что я всегда говорю про частые причины, про все остальное, но я как-то себя подтормаживаю, потому что у меня тоже эта мысль есть, они начать ли судить тех людей, которые пока еще не, так сказать, с чего я взял, что у них внутри нет тех плодов, которые говорят, я знаю людей действительно, которые по ряду причин, по причине еще пока невыробности этого ритма, там, то есть, ну, сложности семейных, каких-то внешних, то есть, мы еще пока далеко до того, что каждое воскресенье быть на литургии, причем я вижу, что реально там внутри лучше, чем у меня, все гораздо. Тут мне так понятно, что если внутри человек, конечно, он очень смиренный, в нем есть какая-то покаяние, и все, и он так не считает, ну, и я как бы не перехваливаю тоже, да, я понимаю, что человек действительно, какие-то важные вещи в Евангелии, может быть, даже лучше тех, кто стоит, столбом стоит с таймя каждое воскресенье. Спасибо, отец Максим. На сегодня время наша передача подходит к концу. Резюмируя все вышесказанное для наших зрителей, мне кажется, сегодня прозвучал один из парадоксальных выводов, и мне нравится иногда вот этими парадоксами и создавать сложную задачу для ума, потому что обычно мы успокаиваемся тем фактом, что мы, ну, допустим, надели платочек, вошли в храм, назвались верующими, и как будто бы все теперь понятно, все теперь ясно. Просто так проще. Да. А сегодня мы, как бы, взяли и немножечко раздвинули рамки вот этим парадоксом, что, оказывается, ты можешь быть в церкви и быть неверующим, быть причастником и не быть причастником одновременно. Вот. Мне кажется, это прекрасная пища для ума. Спасибо вам за сегодняшнюю передачу, за сегодняшнюю беседу. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся. До скорых встреч. Храни всех вас, Господь, с наступающим праздником Троицы Пятидесятницы. Троицы Пятидесятницы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова